Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Судебное следствие, длившееся год, подошло к концу. В Самаре огласили приговор по нашумевшему делу Шатила. По просьбам жителей в отдаленном поселке Кирзавод наведут порядок. Последние штрихи глава Самары проверила, как ремонтируют детские сады и школы города. Приговор, который оглашали почти 9 часов. Бизнесмен Сергей Шатила и еще шестеро подсудимых признаны виновными в картельном сговоре. По редкой для уголовной практики статье ограничение конкуренции. При этом двое фигурантов отправились за решетку прямо из зала суда. У остальных условные сроки. Анатолий Головко расскажет подробнее о громком уголовном процессе. Бизнесмена Сергея Шатила берут под стражу прямо в здании суда. Таков итог более чем двухлетнего следствия. Предварительного и судебного. Нельзя сказать, что сам коммерсант и его близкие рассчитывали на хэппи-энд. Но все же ожидали условный срок. Тем более, что на оглашении приговора их вначале ждал приятный сюрприз. Обвинение в коммерческом подкупе было снято. Их действия охватывают составом объективной стороной указанного преступления. Квалификация их действий по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации является излишне вмененной и подлежит исключению из обвинения указанных подсудимых. Громкое уголовное дело берет свое начало в 2017 году. По версии следствия, фирма, которая принадлежит бизнесмену Шатила, заключила соглашение с другой коммерческой организацией. Согласно договору, вторая компания не должна была участвовать в электронном аукционе по обслуживанию медицинского оборудования. Компания Шатила выиграла торги и заключила контракты с 23 региональными медучреждениями. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ и Федеральной антимонопольной службы. В конечном итоге сторона гособвинения запросила реальные сроки для пятерых подсудимых. Двум из семи подсудимых государственное обвинение полагает возможно назначить наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, государственное обвинение просило суд назначить дополнительные наказания сотрудникам коммерческих организаций в виде штрафов и должностным лицам министерства в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения. В итоге за решетку отправились только двое фигурантов дела. Владелец коммерческой фирмы Сергей Шатила и бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Новосардзян. Первый получил 3,5 года колонии общего режима по статье «Ограничение конкуренции». Второй – 3 года за превышение должностных полномочий. Остальные отделались условными сроками. Сторона защиты Сергея Шатила намерена обжаловать решение суда. Считаем, конечно, его несправедливым и негуманным отчасти, потому что никакими материалами дела, необходимость брать под стражу, соответственно, не доказана и не обоснована. Проговор будет, безусловно, обжалован, но когда мы получим хотя бы на руки. Напомним, что имя Сергея Шатила стало известно благодаря резонансному делу блогеров. Несколько лет назад Дмитрий Бегун, Наталья Умярова и Олег Иванец вымогали у бизнесмена деньги. В конечном итоге их признали виновными в совершении преступления и отправили за решетку. Кроме того, Шатила вложил средства в строительство Самарского кардиоцентра. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самаре продолжается масштабный ремонт Крымской площади. Работы выполнены более чем наполовину. Что еще предстоит сделать, расскажет Елена Малютина. Сергей Никонов следит за преображением Крымской площади из окна своей квартиры. 30 лет дом, в котором он живет, соседствовал с полузаброшенной территорией. И вот, наконец, сейчас этот участок земли преображается ударными темпами. Самарец рассказывает, не успел моргнуть и глазом, а подрядчик выполнил более половины ремонтных работ. Ну, учитывая, что у меня девятый этаж, и с окна у меня все видать, у меня утром начинается, вечером заканчивается. И уже умственно, так сказать, делаешь отметки, что сделали, а что еще и не сделали. И, в принципе, мне приятно наблюдать за этим процессом. Вот это незатейливая конструкция – будущая беседка. Пока смонтирован только железный каркас. Но после того, как уложат плитку, его обошьют деревом и придадут эстетичный вид. Также поступят из металлоконструкции ротонды. Осталось навести лоск и на одном из главных арт-объектов Крымской площади – Ялцинском маяке. Его уже смонтировали, сейчас подключают прожектор. Осталось облицевать нижнюю часть конструкции. Совершенно по-новому будет выглядеть и этот участок площади. Здесь появится сухой фонтан. После окончания гранитных работ и подключения подсветки он заиграет яркими красками. Фонтан будет идти по кругу, он будет вровень с землей горизонтальной. И, если как видели, на набережной фонтан будет из земли выходить строй. То есть можно будет по нему ходить. А подсветка будет? Да, и подсветка будет. И на нем еще будет стоять название городов Крыма, Евпатория, Севастополь. Такой орнамент красивый будет. То есть можно будет прийти и по этой карте посмотреть и ехать в Крым. На Крымской площади и вокруг нее уложат около 5000 квадратных метров плитки. Обустроят пять зон с лавочками, сделают торшерное освещение. Установят около 20 урн для мусора. Тротуары, ведущие к площади, заасфальтируют. А вот озеленением подрядчик займется через неделю. Уложат более 4000 квадратных метров рулонного газона. Затем отрегулируют и работу автополива. Ремонт еще не завершен, а Крымская площадь уже сейчас привлекает внимание самарцев. Благоустраивают сквер по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также по программе формирования комфортной городской среды. Она вообще сама по себе особенная. Во-первых, здесь будет фонтан, который мы ждем. Здесь маяк, который уже преобразил площадь. И вообще в общей картине площадь, она раньше была маленькая, совсем незаметная. Вокруг ездили трамваи, ее никто даже не замечал. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Мне кажется, она просто современный вид. Все ремонтные работы подрядчик обещает завершить к концу августа. И в День знаний самарцы смогут прийти в сквер и порадоваться красоте обновленной Крымской площади. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. Школы и детские сады города готовят к новому учебному году. В нескольких зданиях еще продолжается ремонт. Ход работ оценила глава города Елена Лапушкина. Укладываются ли строители в график, расскажет Мария Левина. Строительство детского сада на Ташкентской в разгаре. Над новым домом для малышей трудится 42 человека. Стройка не останавливается ни в выходные, ни ночью. Сейчас рабочие занимаются перекрытиями на втором этаже. Буквально на днях здесь появятся стены. По благоустройству ПТС, ПСКС как? По сетевикам у меня все понятно. Там есть рабочий момент, но там проблем нет. А где-то ближе к концу августа, чуть раньше, чем планировали, будем выходить на ту заплату, на ту сторону. Уже на благоустройство? Да. Не отстают по темпам и на Георгия Ратнера. Детский сад, рассчитанный на 150 малышей, огромен по площади. Здесь запросто заблудится. Сейчас занимаются внутренней отделкой. На втором и третьем этажах уже уложили на стенную плитку в туалетах и отшпаклевали все остальные комнаты. Вы обратили внимание, что остекление детского сада очень прозрачное, большая площадь остекления, поэтому помещение физкультурного сала очень светлое, хорошее, чистое получится. Таких детских садов я еще не строил. Хотя в строительном бизнесе подрядчик уже больше 10 лет. Благодаря опыту и интересу к проекту работают здесь с энтузиазмом. Уже в этом месяце начнут заниматься детскими площадками вокруг здания. Их будет 6. Сдадут детский сад, как и планировали в декабре. А вот капитальный ремонт в 46-й школе уже подходит к концу. С 1 сентября за парты сядут 800 детей. Директор Людмила Иванова показывает свое хозяйство и рассказывает, ремонт был необходим. Последний раз он был в начале 90-х. В 2000-х детей стало больше в два раза. И тут старые коммуникации и отсутствие ремонта дали о себе знать. Директор радуется переменам. Такой красивой, нарядной школы, наверное, не была никогда. Современной, стильной. Поэтому, конечно, это вторая жизнь школы. После ремонта здесь появится второй спортзал. Интерактивные оборудования и современные тренажеры. Преображение не только внутри, но и снаружи. На площадке по соседству со школой вывезли все гаражи. Мария Левина, Максим Гусев, События. Жители поселка Кирзавод пожаловались главе города Елене Лапушкиной на беспорядок и неблагоустроенную территорию. Люди попросили заасфальтировать тротуары и установить дополнительное освещение. Эти виды работ уже запланированы на 2020 год. Что еще должно измениться в поселке, смотрите в нашем следующем сюжете. Ольга Белухина проживает в Кирзаводе номер 6 уже почти полвека. Рассказывает, когда предприятие «Гигант» кирпичный завод еще работало, во всем поселке был порядок. Но у всего есть срок годности. Со временем жить здесь стало сложно. Большинство домов барачного типа, с удобствами на улице. Один из туалетов в аварийном состоянии. И жители уже устали жаловаться. А вот этот туалет, у нас их три на поселке. Вот этот самый страшный, который остался, он разваливается буквально. И мы боимся, что дети туда просто забегут, и он обрушится или провалится вообще туда. Своими переживаниями люди поделились с главой города Еленой Лапушкиной. Туалет решено закрыть и привести в порядок. Но это не единственная проблема, которая беспокоит людей. Жители пожаловались на незаконную стройку на побережье озера Гатное. Елена Лапушкина дала поручение следить за развитием событий и не дать начать строительные работы. Вы тут прямо отслеживаете, полите, сообщите, письмо напишите о том, что тоже есть какие-то... Местные жители очень ждут ремонта дороги. Сейчас по ней ходить затруднительно. Ямы и ухабины, а в дождь нужны резиновые сапоги, негодуют люди. Осложняется все тем, что это единственный путь до остановки, где детей забирают в школьный автобус. Мало того, что внутриквартальная дорога оставляет желать лучшего, так еще и тротуара вдоль трассы попросту нет. Давайте, по тому тротуару Сан-Сан-Саныч не обсуждается, в этом году отсыпаем и делаем. И запланируете от тротуара, вот где мы зашли с вами, и дорогу вот эту самую широкую до конца надо сделать. Сейчас мы с вами отсыпаем крошкой, но качественно отсыпаем. На следующий год мы с вами проектируем, ставим фонари и делаем вот это нормально тротуар и дорогу, где колодцы провалены. Жители также попросили установить дополнительные детские площадки. Учитывая активность людей, проживающих в поселке, в частности их усилия по украшению дворов яркими неординарными клумбами, им предложили участвовать в программах формирования комфортной городской среды и содействия, с помощью которых можно получить средства на строительство новых детских и спортивных площадок, еще больше преобразить двор. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарские врачи провели уникальную операцию с ювелирной точностью на единственной почке ребенка. Хирургическое восстановление длилось три часа. Как сейчас себя чувствует пациент, узнала Елена Малютина. Мы больше тебя не тошли. Сейчас, сейчас хорошо, уже аппетит прожил. А гулять вчера не ходили? Нет, на улице прохладно сейчас пока не хожу. Ясно, бережуйтесь. Так, дай я кину тебя повязочку, смотрю. У Сергея с рождения только одна почка. Два года назад он серьезно повредил ее во время игры в футбол. Скорая, больница, операционный стол, наркоз. Тогда ему установили в поврежденную почку нефростому. Так называется трубочка, которая собирает мочу в мешочек. Сейчас хирурги больницы Середавина провели сложнейшую операцию по восстановлению мочеточника. И вскоре мальчик избавится от дренажа. Но тот злополучный момент, когда получил серьезную травму, забыть не может. Так получилось, что я не заметил горку железными перилами и левым боком упал на перил. Сразу стало больно, сразу стало плохо себя чувствовать. Я понял, что что-то серьезное, так как даже орал, наверное, на весь двор. Отвезли сначала в подъезд, там меня и рвота, и сразу голова сгружилась. Друзья, естественно, поднялись к родителям, те вызвали скорую. Затем меня увезли. Проснулся я в реанимации. Еще тогда вообще ни о чем не знал, видел, шел сбоку. Дырки повсюду. Трубки торчат. Я ведь раньше такого не видел, для меня удивительно же было. В этот страшный для Сергея период поддержкой и опорой была мама. Они надеялись, что в Москве помогут восстановить здоровье. Ну, мы думали, в Москве нам будут делать. Ждали, ждали, ждали. Мне бесполезно, до 18 лет мы вас не берем, потому что в детской нету гемодиализа. Ну, что, Сергей Сергеевич нам помог. Говорит, ну, давайте попробуем, должно получиться. Ну, вот, мы им очень благодарны. И правда получилось. Полтора года врачи вместе с пациентом готовились. Проводили обследование, собирали анализы и ждали, пока рассосется гематома и размягчатся рубцы от предыдущей операции. Уникальное в своем роде хирургическое восстановление с ювелирной точностью длилось 3 часа. Мы выяснили, что длина мочеточника может хватить длины мочеточника для анастомоза и ее составшейся верхней половинкой. Чтобы восстановить мочевые пути, не применяя никаких имплантов, операции на кишечнике травматичной и так далее. И выполнили анастомоз мочеточника с этой верхней чашечкой. Очень многие патологии почек, которые наши справляются, ну, одномоментно, как мы говорим, то есть тяжелая операция, которая делается, корригируется этот порог за одну операцию. И это, конечно, очень ценно. Три раза ребенку оперировать или за один раз восстановить функции полностью мочеводелительной системы. В этом урологическом отделении восстанавливают свое здоровье около двух тысяч детей ежегодно. Проводится 12 операций в день. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. На минувшей неделе завершил работу молодежный форум Иволга 2.0. В этом году на Мострюковских озерах собрались в несколько раз больше участников, чем в прошлые годы. Молодые люди со всей России и ближнего зарубежья встречались с экспертами и презентовали свои проекты. Об итогах Иволги этого года расскажет Сергей Кизоркин. На форуме были полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С участниками смены культурный бум и творческой молодежью они обсудили вопросы развития театра, в том числе народного. В рамках форума прошел второй окружной фестиваль молодежных театров. Свои спектакли показали победители регионального этапа окружного проекта «Театральное приволжье». Это уникальное событие в ходе «Года театра в России», отметили эксперты Иволги. Также были затронуты темы сохранения культурного наследия, реставрации памятников архитектуры, а также можно ли считать искусством граффити и какова грань между творчеством и вандализмом. Все были шокированы случаем в Самаре. На ленинградской граффити нанесли поверх фасадной дореволюционной рекламы. Молодежь убеждена, если человек считает себя художником, он должен иметь кодекс чести. Это здание, доходный дом, по-моему, был. Это культурная память, которая как раз... И у нас у человека должны быть ценности того, что мы должны сохранять ту историю, которая была до нас. И нельзя ее портить. Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары отобрать спецплощадки для стрит-арт-художников и заметил, что высококлассные примеры росписи домов появились в Самаре перед чемпионатом мира по футболу и лучшие граффити о российской сборной сделаны именно в 63-м регионе. Шатер смены Иволга Интернешнл стал основной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, идей и проектов, связанных с евразийским гуманитарным сотрудничеством. За время проведения форума родилось 85 инициатив по проведению совместных международных мероприятий. Это по-своему уникальная площадка, необходимость которой во многом определяется тем, что перемены в мире настолько быстры, что просто усовершенствование уже работающих процедур недостаточно для того, чтобы ощущать себя устойчиво, в том числе и в такой важной сфере, как социокультурное развитие. Подводя итоги Иволги, полпредпрезидента в ПФО Игорь Комаров отметил в первую очередь особую атмосферу форума. Я бы хотел выделить на самом деле дух Иволги, действительно отношение тех, кто здесь собрался, ребят, которые действительно чувствуются, что серьезный отбор произошел, и большое желание тех, кто приехал сюда и участвует в работе здесь, в общении. У данного форума есть будущее, и по праву он считается одним из самых популярных, самым, наверное, хорошо организованным и самым востребованным форумом молодежным. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, самый главный эффект молодежного форума происходит тогда, когда его участники возвращаются в свои города и поселки и реализуют проекты, причем не только свои, но и коллег из других регионов. Сегодня эта большая команда Иволги, которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создает очень успешное будущее развития Приворского федерального округа, наших городов, наших сел, наших регионов. В заключительный день Иволги Дмитрий Азаров пообщался с самарской делегацией, самой представительной на форуме, 650 человек. Регион стал и лидером по количеству выигранных грантов. 14 проектов, 10 от ПФО и 4 от Росмолодежи получат поддержку на общую сумму более 3 миллионов рублей. Еще 6 проектов поддержат партнеры форума. У Самарской области также самое большое количество экспонатов на выставке научных достижений – 10 из 48. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Бойцы ВДВ отметили 89-й день рождения. Самарские десантники возложили цветы к вечному огню на площади Славы и почтили память погибших минутой молчания. Подробности в нашем следующем сюжете. Этот праздник для нас, кто здесь собрался, это состояние души. Эти два года, они незабываемы. Они за эти два года из мальчишек нас сделали мужчин. Мы собрались, вот нас 24 человека, вот эта компания, приехали, начиная от Краснодара и заканчивая Иркутском. Фердаус Каримов отметит день воздушно-десантных войск, в Самару приехал из Уфы. Здесь его встречали сослуживцы, которые после военной службы разъехались по всей России. Каждый год дружная компания встречает этот праздник в разных городах. Десантники говорят, что праздник – отличный повод увидеть старых друзей. Другие ребята приезжают. Другие, которых не видел. 40 лет подполковник Афанасьев стоит. Афган прошел, он был командиром роты 5-й. Новые лица, новые встречи, новые ощущения. И мы с каждым годом становимся все старше и старше. Ни один рот войск не празднует так, как мы. Это гордость. Это самое лучшее, что у нас было в войсках и что сделал дядя Вася. Десантников поздравили первые лица города. Военных наградили памятными знаками и грамотами. После чего возложили цветы к вечному огню на площади славы. Разрешите мне довести поздравительный адрес губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Поздравляю вас с днем воздушно-десантных войск. Этот праздник тех, кто глубоко предан Родине. Кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Ветераны ВДВ участвуют в социальной и общественной жизни нашего региона. Мы благодарим вас за это. Именно благодаря вашему участию растут сегодня с военным патриотизмом наши дети. Отметили День ВДВ и в военно-спортивном центре «Юность». Юных кадетов поздравили первые лица области. После концерта кадеты прошли парадом. Этот праздник я отмечаю еще с детства, так как у меня, еще раз повторюсь, отец служил в военно-десантных войсках. И как бы уже третий год в этот день, в эту дату я выношу знамя Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаю, товарищи, федералы, федералы, федералы. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы все хорошо учились, впоследствии поступили в военное училище. Ну а главный концерт в честь Дня ВДВ традиционно прошел на четвертой очереди Набережной. Елена Малютина, Семен Безгинов, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. В Самаре открылась выставка «Великие Маковские». Это первый в истории совместный проект четырех музеев по Волжье. На выставке в мраморном зале Самарского художественного музея экспонируется живопись и графика трех наиболее известных представителей династии Маковских. Всего 44 работы. Впечатления самарцев от новой выставки в нашем следующем сюжете. На выставке «Великие Маковские» в Самарском областном художественном музее было не протолкнуться. На суд зрители представили работы династии художников Владимира Константина и Александра Маковских. В экспозиции более 40 картин. Половина из запасников Самарского областного музея. Когда-то эти работы хранились в собраниях известных купцов Шихабаловых. Часть картин предоставили музеи Саратова, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Для нас это новая практика и она очень интересная. Тем более, что это было очень сделано в сжатый промежуток времени. И работал весь музей. Трудились и днем, и ночью. И как-то это было настолько творчески интересно, ярко. То, что мы сегодня имеем, это высококлассный проект, которому гордится музей. Выставка уникальная, потому что такого собрания четырех музеев действительно никто не делал. И вот сегодня выставка Маковских, ну практически в завершении лета. Я думаю, что она будет одной из самых посещаемых. Я думаю, это хороший повод даже для столичных любителей живописи к нам сюда приехать. Все Маковские работали в жанре реализма, но каждый выбрал свое художественное направление. Поэтому экспозиция – это яркий спектр российской жизни 19 века. От бытовых зарисовок и салонной живописи до пасторальных сельских картин. Из собрания Ульяновского областного художественного музея взяли три работы. Это, безусловно, хит, как сегодня любит говорить молодежь. Это работа Константина Маковского «Боярышня за чаем». Уникальность любой картины Маковских в искренности. Мы видим, прошел век, но все равно люди подходят, люди фотографируются. Посмотреть на работы художников-передвижников пришли и эксперты-искусствоведы, и простые зрители. Все они единодушны в том, что работы Маковских до сих пор актуальны за счет откровенного взгляда на жизнь. Взять хотя бы вопрос пенсии. Вот эта картина о получении пенсии, на мой взгляд, самая интересная. У Маковского есть, как во всех его работах, всех, что я посмотрел, есть, конечно, то, что мой коллега назвал какой-то ужас реального. То есть за их лицами кроется какой-то ужас. Ужас вот этой вот повседневной жизни русской, которую, конечно, Маковским интересно было изображать, в надежде ее вам можно исправить. Впечатления от картин замечательные, все живое, все настоящее, ну, великие люди, жизнь, нашу историю, правду. Увидеть картины великих Маковских в областном художественном музее можно будет до 29 сентября. Александр Ломаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения, хороших выходных, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова